Дорогие друзья, я надеюсь, что и вы испытывали Божьи благословения на протяжении всей этой недели. И правила Иисуса Христа, возлюбив ближнего своего, как самого себя, оно позволяло вам испытать Божьи благословения и делиться этими благословениями. Я верю, что уже на протяжении этих программ, уже у нас сегодня десятая встреча, вы уже получше познакомились с нами, вы знаете немножко о нашей жизни, о наших семьях. Вы видите, что мы далеко не идеальные люди, мы ученики, мы те, кто ищет ответы на свои вопросы, иногда непростые вопросы, у нас нет правильных ответов, мы в поиске, и мы верим, что Господь продолжает нас вести. Поэтому у нас бывает, мы делаем ошибки словесные, иногда, может быть, наши размышления могут вам казаться слишком революционными или наоборот очень устарелыми, но все-таки я приглашаю вас к тому, чтобы вы не сдавались, чтобы вы продолжали вместе с нами следовать по Евангелию от Марка, потому что идущий, он осилит дорогу. И прежде чем мы вновь окунемся в мир Евангелия от Марка, я хочу еще раз вас поблагодарить за то, что вы ставите лайки, оставляете свои комментарии, делитесь этим видео с другими, для нас это большое благословение, и самое главное, не забывайте отвечать на вопросы, потому что, читая их, мы видим ваше мировоззрение и тоже учимся у вас. Предлагаю вам помолиться. Дорогой Бог, мы благодарны Тебе за то, что Ты вновь даруешь нам возможность еще дальше продвинуться в изучении Твоего Слова, и сегодня мы будем изучать очень интересные и важные вести, которые Ты оставил нам в Библии, и поэтому будь сейчас с нами, даруй нам Твоего Святого Духа для того, чтобы наше разумение было именно от Тебя. Храни нас сейчас, веди. Аминь. В прошлый раз мы очень много с вами говорили о принципах, которые Иисус напоминает своему народу и привносит в жизнь этого народа, в частности принцип кесарю, кесарю Божьей, Божьей. Мы очень много говорили о том, что это значит кесарево, отдавать кесарево. А сейчас мы хотели бы начать вам с истории, в которой, в общем-то, женщина и не только женщина, а другие люди пытаются отдать одно из того, что нужно отдавать Богу. Давайте прочитаем историю из Евангелия от Марка, 12 главы, с 41 по 44 текст. Сев напротив сокровищницы храма, Иисус смотрел, как люди кладут в нее деньги. Многие богачи бросали по многу. Но вот подошла бедная вдова и бросила две медные монеты. Иисус подозвал учеников и сказал им, говорю вам истину. Эта бедная вдова положила больше всех, кто клал в сокровищницу, потому что все давали от своего избытка, а она от своей нищеты положила все, что у нее было на жизнь. Вот так история. Иисус Христос, написано, сидит напротив этой сокровищности и смотрит, кто сколько опускает монет. Как это вообще? Как вообще эта история нам показывает отношение к Богу, к жертвенности человека? Что Бог каждый раз сидит и смотрит, сколько я ложу в церковную сокровищницу? Не Бог, а люди. Все, кто вокруг него были, они же не принимали Иисуса как Бога. Они же еще, так скажем, да? Тут история про то, что люди сидели и смотрели, кто сколько бросает. Ну вообще нам интересно, сколько жертвы, да? Ну оказывается, что даже им было интересно. Люди на финансы обращают внимание. Интересно, что в предыдущей части, да, как раз было про Кесарю и Кесарева, люди не стремились отдать побольше, да? И здесь не смотрели, а кто вот этот больше отдал, этот меньше отдал. То есть здесь противоположная история. Здесь в храме они наблюдают, да, что кто-то отдал много, кто-то отдал мало, и тот, кто отдал много, он считался в их глазах, ну как бы, человеком, наверное, более духовным. О, Илона, то есть это как бы перевертыш истории, да? Да. С той стороны, здесь так получалось, что если Кесаре отдаешь много, то ты не очень благонадежный гражданин своей страны, да? Ты поддерживаешь экипационный режим, а если ты Богу отдаешь много, вот это ты молодец. Так а что делает Иисус с этим всем? Обращает вообще на другое. Что же важно? Важен объем или сумма, которую мы пишем на чеке, или что-то другое Богу важно? Какие принципы? Я перевел ценность тех двух монеток на сегодняшний как бы ценник, да? Это 8 долларов. Если я бездомный. Вот мы читали, что эта женщина, она была бедная, да? Бедная вдова. Но если бы я был бездомным, то я бы за час, надеясь, что я бы насобирал, просто стоя у дороги и попросить, типа, там, помощи. То есть реально это не так много денег. То есть если она отдала все, но это реально очень малые деньги. Почему Иисус так смотрит на эти 8 долларов, вот как я понимаю, да, что это она много сделала, потому что она может пойти за час и насобирать больше? Или там не так было? Я не думаю, что они могли на самом деле много собирать. Ситуацию, может быть, нельзя сравнивать ту ситуацию, как у нас сейчас, да, мы живем, как живут здесь, в нашем месте жительства бездомные, как они собирают деньги. Мне кажется, не так ситуация складывалась в Израиле, и поэтому для нее, если она была бедная и вдова, в принципе, хоть какие-то деньги, это были большие деньги. Так Иисус как раз так и говорит, что вот она мало-то положила, но она положила больше. Она положила все, что у нее было. Это те деньги, на которые она бы жила. Это же не так тяжело отдать. Может, мелочь, потому что ты эту мелочь можешь, как я здесь понимаю, ты можешь ее назад вернуть очень быстро. А, ну так как раз, естественно, на это я обратил внимание, что она отдала то, за что должна сейчас жить. Она отдала, и все, у нее уже нет даже на пропитание, значит, она не пойдет и не возьмет нигде. 8 долларов – это как раз один ужин. Это все равно, что у тебя есть дома не 8 долларов, а у тебя есть там 2000 долларов, и это все, что у тебя есть. И ты не бездомный. Ну, то есть ты не пойдешь на перекресток ходить, да, просить. Просто это вот то, что у тебя есть. И ты пошел, и, ну, почти всю эту сумму отдал. Ну, это не 8 долларов, это тяжелее. И причем, смотрите, друзья. Для нее это был ее прожиточный минимум. Одна монетка – это была дневная плата наемного работника. То есть она отдала денежки, которые наемный работник может заработать за два дня. И это все, что у нее было. Вот представьте, если ты пересчитал, что это 8 долларов, то человек в то время за эти 8 долларов работал целый день, чтобы получить. И вряд ли 8 часов. Два дня, два дня. Два. Да, ну да, надо ее две монетки. Это рабочие. Это не просто человек, который там стоит на памяти и просит. То бишь, это, в общем-то, для нее, судя по всему, ну, целая соотношение. Представь, вот ты работаешь всю неделю, и ты должен за два дня из этой недели, и вот это все, что у тебя было, и ты их отдаешь. Мы не знаем, сколько мог нищий в то время насобирать, но я думаю, что вряд ли нищий мог насобирать прям дневную плату. Потому что люди... Все тратили. Они жили очень бедно. Они, по сути, многие люди зарабатывали только лишь то, чтобы прокормить себя или свою семью на один день. То есть невозможно было что-то отложить, знаешь, как-то накопить. Да, были богатые, это понятно. Но, в общем-то, эта женщина не относилась к этому разряду. И Иисус именно на это обратил внимание. Что да, Он не сказал, что плохо, что богатые жертвуют, да. Вот, написано, они клали по многу. То есть Иисус обратил внимание, что даже это по многу, это было, скажем так, от излишества. То есть у них еще оставалось, и они себя ни в чем не ущемляли. Они имели возможность себе дать. А эта женщина, получается, она ущемила себя полностью во всем. То есть она дала все, что было, и следующие два дня она будет жить только лишь благодаря доверию Богу, чтобы Бог как-то о ней позаботится, или что-то может кто-то позаботиться. Ну, Бог через людей как-то. Или, может, просто на два дня прохолодает. Он вот этот комментарий, Христос, да, говорит, Он же не подходит, не говорит к этой женщине, ты молодец, что ты пожертвовал. Он не говорит это там, что людям, которые там жертвовали много, что ну, конечно, вы молодцы, что пожертвовали, но вот вы там не от всего сердца. То есть Он не для них это говорит, Он говорит для учеников, которые рядом с Ним. Почему? Потому что Он видит в их сердце, о чем они думают, когда смотрят на этих людей, когда кто сколько жертвует. Он видит их сердце, и комментирует их мысли, что вот эти люди, да, в их мыслях, люди, которые жертвуют много, они молодцы. Да, они молодцы. А вот эта женщина, ну вот могла бы, в принципе, не приходить. Если реально тяжело живется, и нет денег, и кто-то ставит много, то есть нет такого, что храм реально разваливается, потому что мы видим, что приходят люди богатые и дают много, типа пожертвований. Зачем тогда вот этой женщине отдавать все? Может, лучше бы она себя оставила? Это хороший вопрос, Денис. Мы видим, что Бог ее не заставляет. Это было ее личное побуждение. И в этом как бы и красота ее поступка. То есть ей хотелось бы, что несмотря на то, что она ничего не имеет, она такая бедная и нищая, внести и свой вклад вот в тот процесс, который со своей стороны тоже и в денежном плане оказаться верной. Она так это понимает. И Иисус это принимает. То есть это не Иисус пришел к ней и сказал так, отдавай последнее. Помните, как когда-то он сказал богатому юношу, пойди продай. То есть мы видим, что у женщины этой нет зависимости от средств. Она готова Богу отдать последнее. Настолько она любит своего Бога. Это она не должна была идти нести, потому что нужно было. Она хотела искренне жертвовать, правильно? Это не была десятина или пожертвование, которое они... Мы не знаем, друзья мои. Мы не знаем. Но мы видим, что она это делает и Иисус ее не осуждает, а поддерживает ее это желание. Мне кажется, знаете, это реально для учеников. Почему? Потому что вспомним, давайте, историю с Марией Магдалиной. Для людей, которые были вокруг, это было самое неправильное расходование средств. Да, взять и потратить эти деньги на масла, которыми она омыла ноги Христа. Но для нее это был большой шаг. Она хотела это сделать, и она это сделала. И Христос ее поддержал, а учеников, наоборот, сказал, вы неправильно рассчитываете, вы считаете деньги. Вы не считаете деньги. И здесь то же самое. Здесь вопрос отношений, здесь не вопрос денег. То есть не количество, а качество. Да. Вопрос то, что она делает для Бога в этот момент. И это не пример. Иисус не сказал, что ну и отныне все должны поступать так же. То есть все, что у вас, те, кто из вас будет отдавать последнее, вы будете в моих глазах выглядеть лучше, чем те, кто отдает от избытка. Потому что вообще во всех этих приношениях, пожертвованиях, в том, что мы отдаем Богу, независимо средства, время, еще что-то, важен мотив. Понимаете, с каким сердцем, почему мы отдаем. И можно отдавать мелкие суммы, но с неправильным мотивом. Либо жертвовать огромные средства, но искренне и посвященный Бог это будет видеть. Он здесь не говорит там не жертвуйте много. Да. Или жертвуйте еще больше, чтобы там у вас ничего не оставалось. Мне кажется, просто в конце я бы просто добавила, но я, конечно, не евангелист, чтобы добавлять, но я бы в своей голове это бы прозвучало для меня так, что вот смотрите, она пожертвовала все, поэтому не судите. То есть вот это самое главное. Не судите. Не хвалитесь. Да, да, тоже очень интересно. Да, я не берусь сейчас трактовать писание или говорить, что вот так он имел в виду вот это или он хотел это. Я могу себе взять от этого урок, вот что мне бросается в глаза, что выглядит как будто так, что как раз вот это все, вся эта церемония, это была такая показуха. Есть такое слово? Можно? Да. Вот это было такое, вот я прихожу, я сейчас вот бросаю, смотрите, сколько я бросаю, какой я красивый, я классный. Да, мы у Матфея читаем вот эти мысли. Повод похвастаться. И то есть все просматривается, весь Марка просматривается, что люди, я, мое я везде есть, я жертвую, я избранный народ, я чту заповеди, я все для себя, все вокруг меня крутится. И это пожертвование тоже вокруг меня, посмотрите, похвалите меня, сделайте как я, возьмите с меня пример, я же хорошо сделал. А тут вдова тоже как бы принимает участие в нормальной традиции, да, это же приношение, это тоже в нормальном правиле, какой-то закон исполняет. но она не вокруг себя концентрирует. Это то, что я для себя беру этот урок, я не хочу, говорю, я не трактую это, как описание, но прослеживается такая нить, что она для других, она за себя не переживает сейчас, она переживает за вот это пожертвование, кому-то делает хорошо, правильно, а те же пожертвование какое-то направленное шло. И они вокруг себя, посмотрите, как красиво все, а она не вокруг себя, и Иисус тоже на это как бы обращает меня. Смотрите, она свою жизнь положила на меня, на Бога, а они, опять же, повод похвастаться. Когда мы читаем Евангелие от Матфея, мы видим, что Иисус обратил на это внимание о тайных вещах, о посте, о молитве на перекрестках и о милостыне. Он говорит, вот если вы делаете это явно, то вы ищете похвалы, и вот вам награда. А ты, говорит, сделай так, чтобы, когда ты кладешь, чтобы одна рука не знала другую. Мне кажется, эти истории очень перекликаются. То есть, Бог призывает нас смотреть не на внешнее. Вот он говорит, я-то вижу сердца, я знаю, кто, где и когда получит свою награду. И поэтому, естественно, мы бы, как и ученики с вами, если бы находились, то есть сокровищные, смотрели бы и видели, понятно, что они не монетками бросали, кто-то может серебром, кто-то может еще чем-то, может золото, может камнями, может еще чем-то. Кто-то положил много, и мы видим, думаем, вау, посмотри, вот это вера, вот это доверительный человек. А там эта женщина пришла в старой одежде, что-то там кинула, там Иисус заметил, две монетки, нам кажется, не, ну понятно, как мы можем сравнить. Вот этот человек. И об этом потом и Павел будет писать, что ну вот так у нас у людей складывается. Когда мы видим, что приходит богатый человек, мы говорим, так, так, проходите, проходите, давай на первую скамеечку садись, вот тебе здесь должно быть, а если ты такой нищебенный, то он говорит, так раз вас подвинут куда-то туда сзади посадят, да, но он говорит, да не будет у вас такого, да не будет, будет пусть по-другому. Вот и, наверное, такой Иисус хоть хотел бы нам урок какой-то дать, да, но и с другой стороны, урок для меня, когда я жертвую. Что это, жертва или не жертва? Жертва это когда? Когда я отдаю и чувствую, что, ну, для меня это будет очень тяжело потом без этого, а я все равно отдаю. Или когда я отдал и там пару нулей снял из моего счета, я даже и не заметил, ну, отдал, отдал, знаешь, как плановый платеж, ушло, пришло, и ты сильно от этого не пострадал. Это тоже важно. И чтобы гордость, наверное, моя сильно не поднималась, что если я там прям могу много жертвы, чтобы не создавалось впечатление, ну, так, значит, бог ко мне будет более благосклонен, мои молитвы будет лучше слышать, да, и, значит, я более духовен. Вообще, от суммы ничего не зависит. Важно мотив, который внутри меня. А можно я чуть-чуть прицеплюсь к словам? Да, пожалуйста. А в чем взяли жертва? Просто много, откуда я беру, что пожертвование, пожертвование, и с этого слова корень оберется, что я должен как бы себя чем-то ущемлять, потому что я жертвую. Так а тут приношение. Они приносят Богу в сокровищницу. Так как благодарение. Ну, просто жертва за... То есть, я почему пристаю к этому слову, что много кто манипулирует этим выражением, что мы должны жертвовать, то есть, иногда даже ущемлять себя, чтобы вот для дела Божьего продвигалось. ну, Бог... А Иисус тут как раз показывает, что женщина отдала приношение, но оно было как бы в ущемлении себя. Но оно было жертвой, да? Но никто не упрекал, и никто не говорил, что смотрите, вот так надо. И никто не показывал, надо жертвовать. Или Бог... Здесь Иисус и не ущемляет как бы богатых, но показывает, что и она красиво сделала. То есть, не хотелось бы, чтобы мы манипулировали тоже и с одной стороны, и с другой. Мы можем использовать эту историю в двух выражениях. Понимаете, да? Да. То есть, она красиво сделала по совести, по своему проявлению чувств, я бы так сказал. Ну, она положилась на Бога, она вот так проявила свои отношения к вот этому, к этому исполнению закона. Она как бы вот так. А кто-то просто, потому что так делал. Понимаю. Можно я извинюсь и попрошу, чтобы ты мне помог понять чуть лучше. Для меня это, честно, важно. Вот забил в интернете только что, и получается, что ценность вот этой одной монетки это 1,64 динария. А динарий идет один как бы за работу. Правильно? То есть, это в проценте 1 из 61. То есть, это как я получил своих 80 долларов. То есть, если человек, например... 8 где-то или 8? 8. То есть, например, если человек зарабатывает день 250 долларов, это равно 61. Мы делим это на 61, получается, один маленький кусочек это женщины ценность, копеечки, и 8 долларов, это как раз я поделил 250 поделить на 61, если не ошибаюсь, то получается 8 долларов. Так. То есть, ты хочешь сказать, что мало? То есть, она реально дала просто 8 долларов. Так и вот, Иисусе показывает, что это, насколько это ценно. Это больше, чем люди дают там, вот те, что давали другие, очень много. Мне кажется, здесь нужно понимать, что вдова не имела никакого заработка. У нее не было никакого заработка. Она вдова. У нее даже не было мужа, который зарабатывал. И заботился о ней. Она была на попечении, может быть, какой-то своих детей, если у нее были дети. То есть, у нее не было заработка вообще. А может, община чуть-чуть о ней заботилась, как мы потом об этом читаем. Здесь приводится заработок человека, но она не зарабатывала, потому что они не работали. Женщины в то время не работали, а она еще и вдова. Поэтому для нее, как для человека, который на иждивении кого-то находится, то есть, вообще не имеет никакого заработка, для нее это были деньги. Это написано, что это единственное, что у нее было. Я почему спрашиваю, потому что вот ты когда спросила меня за 2000 долларов, ну честно, чем меньше ты имеешь, тем легче все отдать. Это я про себя говорю. Если бы у меня было только 8 долларов, то боже, пожалуйста, забирай. Но если тебе не было бы чего, больше нечего было бы есть. Ладно, типа я там что-то найду, я говорю, вот я бы пошел посидеть денег, я бы считаю, что ты мужчина в нашем времени, а она женщина в том времени. Просто опять, мы говорим про ценность. Для тебя 8 долларов сейчас не ценность, а для нее 8 долларов это было все состояние, это очень ценно. Это взять твои, твои сейчас имущества, все. Я как раз пробую тогда дойти, то есть для меня 8 долларов, я могу просто попросить, типа по дороге попросить, мне бы отдали мои 8 долларов. Но если мы говорим про там 80 тысяч или 8 миллионов, ну, типа ты это за день не заработаешь. Поэтому сравнение, это была вся ее ценность. А для тех людей, которые давали другие, это было не настолько ценно, как для нее. То есть она как бы свою ценность отдала. Мне кажется, надо просто представлять, наверное, не нас работающих, да, работоспособных людей, а может быть бабушку-пенсионерку в наше время, да, которая получила себе от государства, какую-то пенсию. У нее, допустим, ее украли, да, или еще что-то, и у нее нет ничего. Или вот она получила и отдала все, у нее нет ничего, она не пойдет работать, потому что она уже очень старенькая, да, или это все, что у нее есть. Иисус сказал, что она положила... Мы думаем головой работающих молодых людей. Больше всех, кто клал деньги в сокровищницу, не только просто вот, больше всех она положила. Просто ты, Денис, тебя должен сопоставить следующим образом, не пытаться пересчитывать деньги, возможности того времени. Вот посчитай все, что ты имеешь на сегодняшний момент, пусть это какая-то энная сумма, вот считай, что эта женщина принесла и все отдала, при том, что ты завтра можешь пойти на работу и начать что-то вновь зарабатывать, а она еще не имела этой возможности пойти завтра на работу и начать все, еще раз зарабатывать. То есть она отдала все, что у нее было. А было не так много. Значит, было две лепты, а эти две лепты составляли всего лишь один кондрат, самую мелкую римскую монетку, то есть самая маленькая, то есть это ниже прожиточного минимума, какое-то самое маленькое, но у нее больше ничего не было. То есть где ее приоритеты стояли? Вот из этого Иисус так и показывает, что смотрите, да, у нее ничего нет, и она принесла вот с точки зрения того, что там упала копилку, эту монетку вообще невозможно, может быть, даже найти, но с точки зрения ее отношения к этому, это была самая большая сумма. Вау, знаешь, что мне понравилось? Вот это как раз, когда ты ставишь, Боже, дай мне вот щеденный хлеб. И вот она положила, говорит, Боже, я верю, что ты мне дашь хлеб на завтра. Она дала свой ежедневный хлеб. Вау. Это хороший пример для нас, друзья мои, не обижая богатых, не стремясь к тому, чтобы быть бенными, а стараясь уделять, как напишет апостол Павел, по расположению сердца, по побуждению, чтобы всегда наша рука не оскудевала, и мы могли давать, давать людям. Это хорошее чувство, когда ты можешь отдавать Богу что-то, да? Значит, я предлагаю вам продолжить наше исследование, потому что мы видим, что Иисус находится в храме, и уже несколько таких было очень резких высказываний Иисуса относительно храма, и за ним уже объявлена охота, потому что никто ему не простит того, что храм подвергся таким нападкам с его стороны, да? Значит, я предлагаю вам прочитать с первого по тринадцатый текст, уже тринадцатые главы. Мы подходим к очень таким, с одной стороны, простым, а с другой стороны, скажем так, и достаточно сложным текстам. Давайте повнимательнее их рассмотрим. Когда Иисус выходил из храма, один из его учеников воскликнул, «Учитель, взгляни, какие камни, какие строения!» И сказал ему Иисус, «Ты видишь эти большие строения? Не останется камня на камне здесь, все будет разрушено». Когда он сидел на Масличной горе напротив храма, спросили его остававшиеся с ним наедине Петр, Иаков, Иоанн и Андрей, «Скажи нам, когда это будет? И какое знамение предвозвестит, когда все это свершится?» «Смотрите, чтобы кто не вел вас в заблуждение», ответил Иисус. «Многие придут под именем Моим, говоря, Я Христос. И многие введут в заблуждение. Когда же вы услышите о войнах и о нависших угрозах войны, пусть это вас не страшит. Все так и должно на самом деле происходить. Но это еще не конец, ибо восстанет народ на народ, и царство на царство. Будут землетрясения, то в одном месте, то в другом. Будет голод. Все это только начало мук родовых. «Смотрите, чтобы ничто не застигло вас врасплох. Отдавать вас будут под суд. В синагогах будут бить вас и поставят за меня предправителями и царями, чтобы вы свидетельствовали им обо мне, так как благая весть прежде должна быть возвещена всем народом. Когда же будут вести вас и придадут в руки властей, не беспокойтесь заранее о том, что говорить вам. Что вам будет дано в тот час, то и говорите, «Потому что не вы будете говорить, а Дух Святой». Брат станет на смерть предавать брата, а отец – дитя свое. Восстанут дети против родителей, и смерти их предадут. И все возненавидят вас из-за меня. Но кто выстоит до конца, будет спасен». Вот такой у нас интересный отрывок. Он перекликается с Евангелем от Матфея, 24 глава, и с Евангелем от Луки, 21 глава. Мы видим, что Иисус входит с учениками, значит, выходит из храма, и один из учеников, имя его не указано, говорит, «Иисус, Иисус, ну смотри, ну смотри, ну посмотри на это! Какая красота! Посмотри, какие камни! Какое великолепие!» А Иисус говорит, «Да, в общем-то, ты видишь все эти большие строения, посмотри на них внимательно, запомни их, не останется здесь камня на камне, и все будет разрушено». Вы представляете, какой шок испытал ли те ученики, ли тот ученик, который задавал это, обращал внимание Иисуса на все это? Как это можно себе было представить, чтобы здесь от всей этой красоты не осталось камня на камне? И дальше они спрашивают у Иисуса, «Объясни нам, когда это будет? Когда это произойдет?» И в своем ответе Иисус как бы вообще отвечает… Вообще не на тот вопрос. Да, вот мне так кажется, что как будто бы он как-то по-другому отвечает, не так, как мы бы ответили. Мы бы сказали, «Так, смотри, будет это тогда-то, тогда-то». Обратите внимание на такие вещи. Обратите внимание на такие-то вещи. И еще в своем ответе он смешивает два события, потому что мы чуть позже будем об этом говорить. Мы видим, что он не просто отвечает на вопрос, когда это будет вот с этими камнями случиться вот такое, что здесь уже ничего не останется от этого храма. Он еще смотрит и дальше, и до своего следующего возвращения на эту землю. И мы в конце вернемся к этому вопросу. Я хочу вас спросить, почему Иисус так необычно отвечает на этот вопрос? И вместо какой-то конкретики он обращает внимание на учеников на следующий момент. Он говорит, берегитесь, смотрите, и как бы уводит фокус на какие-то другие важные для него моменты, которые для него намного важнее, чем прямой ответ на вопрос, когда это будет. Ну, потому что их фокус был на вот этом величии. Мы же сколько продолжаем говорить. Все их внимание сфокусировано на том, что они особенные. Их город это самый лучший город. Будет еще лучше. Царство восстановится. Мы будем центром земли. Вот тут везде империи. Мы будем наконец-то уже самыми главными. И он, наверное, обращает на это внимание, что вот смотри, вот как все красиво, а еще будет еще лучше. А Иисус обращает внимание, что не в этом царстве величии, а вот ждите и смотрите, когда вот это все будет разрушаться. Тоже непонятно. Он же говорит про разрушение. Иисус отвечает, как бы, как ты сказал, что еще с концом мира. И он им показывает, что, смотрите, не в этом конец полностью. То есть им больше какую-то картину раскрывает. Да, да, шире показывает. На самом деле очень интересный момент, лично для меня, это то, что он говорит о храме. То есть храм — это центр их самоидентичности, как народа. И он им говорит, что вот храм разрушится. И они очень сильно переживают за это. Понятное дело, если ты разрушаешь стержень, разваливается все. То есть, а так как это стержень, то они за это переживают и спрашивают, а когда, а почему. Но он их подводит к тому, что их будут гнать за него. Потому что не храм, центр их идентичности уже будет, а Иисус Христос. Очень классная мысль. И если разрушить храм, они уже не разрушатся, потому что уже у них другой центр. И они выстоят за Христа, потому что он будет их держать, потому что он будет их стержнем. Мне кажется, это прям вот, это вот момент, на который он с одного просто переводит совсем на другое. На их силу. Теперь у них совсем другая сила внутри. И их невозможно будет, да? Он будет показывать, смотри, смотрите, чтобы никто не ввел вас в заблуждение. Те, кто будут приходить, они будут говорить, я Христос, да? Будут воины, военные слухи. Значит, но это еще не конец. Народы будут восставать. Значит, вас будут отдавать в суды и все остальное. Но, Иисус говорит, вас не смогут победить. Потому что вы будете верить не в храм. Да? Значит, я буду оставаться с вами. Потому что я буду тем новым храмом, которым должен быть в центре веры каждого из вас. Поэтому он и говорит, смотрите, да? С одной стороны. И дважды он повторяет их. Это в пятом тексте, в девятом тексте. Потом он будет говорить, там, берегитесь. И обращает внимание на какие-то внутренние, духовные вещи, да? Потому что сами, если он им не скажет, они на это не обратят внимания. Потому что у них, их концентрация идет совсем на другие вещи. То есть, если ты не скажешь, там, я не знаю, когда едешь за рулем, да, и водитель иногда что-то не видит, да, какую-то, ну, что-то вот происходит, он не заметил, не обратил внимания, человек, который сидит рядом с ним, такой, стой, куда ты едешь? Посмотри, там, что-то, ну, как бы, там впереди, да, человек там видит, там, кто-то перебегает дорогу. Ну, неважно, какая-то там преграда, да, которую водитель по какой-то причине не видит. Потому что, возможно, его взгляд сфокусирован совсем на другом. И человек, который сидит рядом с ним, он говорит, стой, посмотри. Если он этого не сделает, то там, ну, будет авария. Здесь то же самое. Христос видит, что их взгляд сфокусирован на одном, и ему нужно предупредить их совершенно о другом. И он им говорит, посмотрите сюда, потому что если вы сюда не посмотрите, будет авария. Почему люди должны страдать? Бог же всё может сделать. Правильно? Он может дать нам избежать все испытания. Ну, зачем нам наступать на эти грабли? Ты в контексте вот этого текста, что им нужно будет потерпеть за него? То есть, да, вот эти гонения все должны будут идти. Ну, зачем эти гонения на правильных людей? Они же уже и так спасены. Лучше не на правильных, не на правильных может гонения посылать. Ради нас. Ради нас. Потому что если бы они не претерпели, если бы движение это не росло, христианство, мы... Христианской церкви, такого масштаба, в котором мы сейчас видим, её бы не было бы. Потому что за счёт вот этой борьбы церковь росла. Это одна из причин. Понятное дело, что там ещё есть причина и духовного становления, да, когда мы... Ну, вы знаете, в любой общей ситуации, когда есть какой-то общий враг, люди вслед быстренько мобилизируются вокруг общей идеи. То есть, и это нормально. То есть, мы как бы, мы сохраняем свою общую идею. Здесь они... Появилась совсем новая идея, её они хранили, и, конечно же, сатана в любом случае бьётся. Мы живём на грешной земле. Надо понимать, что гонение не от дьявола и гонение не от Бога. А от кого? От людей. Кто кого гнал? И кто кого гонит и будет гнать? Люди гонят людей. Но подожди, люди одни действуют под силой дьявола, а другие действуют под силой божьей. Человек свободен, опять же. Мы... У нас есть право выбора. Но на нас влияют две силы. Одна хорошая, одна другая. Люди проявляют свою сущность. Одни гонят, другие гонимые. Значит, люди под влиянием дьявола гонят других людей. Это значит, что они поддались под влияние. Они не выбрали влияние Бога на себя. Поэтому будут гонения. И поэтому люди одни подвергаются гонениям. Это не из-за того, что Бог хочет их гнать, не из-за того, что Богу так приятно, или дьяволу это приятно. Ну, может, дьяволу и приятно. Но это не из-за того, что прямое влияние Бога или прямое влияние дьявола. Борьба над влиянием на людей. А так как только человек не повинуется, у него свобода по отношению к дьяволу и свобода по отношению к Богу, он вправе выбирать. Поэтому и так происходит. А то, что будут гонения, это значит то, что Бог открывает людям и говорит, будут люди, которые будут под влиянием дьявола. Просто, чтобы вы это знали. Я вот, что слышал раньше, это что Бог посылает гонения на свой народ, чтобы его профильтровать. Чтобы знать, кто искренне ему поконяется, кто нет. Но я не могу это как бы понять. Я не согласен. Идея того, что нас Бог очень сильно любит. Если он любит, да он может какие-то поставить сложности, чтобы мы ближе к нему прилепились, но прям такие жесткие гонения, я не знаю, если это идет. Поэтому я с тобой не согласен, что оно идет от Бога. Я согласен, что Бог допускает, и Он не даст больше, чтобы прошло. Но это не Бог испытывает. И Богу... Да, мы закаляемся в процессе. Мы получаем какой-то опыт. Но я не думаю, что это главная цель, получить опыт. Мы свой характер преображаем из-за того, что мы видим любовь по отношению к себе. А не изменяем характер, потому что мы увидели, что нам плохо, нас только закаляют плохие моменты. Нет. Так как я говорю, да, мне кажется, что просто человек имеет право выбора. Мы живем на грешной земле. Грех внес свои коррективы. И на земле у нас действуют определенные законы. Как у нас есть закон, мне пример такой приходит в голову, есть у нас закон такой, природный закон, что ты, если плывешь по течению, тебе легко, а если ты плывешь против течения, то тебе тяжело. И это закон. Никому из нас не придет в голову ругаться на течение, если ты пытаешься плыть против него и ругаться, что ты что вообще творишь, почему мне так тяжело. Мы так не делаем, потому что мы понимаем, что это, ну, правильно, так как бы, если мы захотим плыть против течения, мы будем готовы к тому, что нам будет тяжело. Здесь то же самое. Ученики Христа выбирают путь идти против течения. Против течения не будет легко. Когда мы будем на небе, наша идея, да, наше понимание, да, это будет по течению, потому что мы будем у себя дома. И это будет по течению, и нам будет легко. Там не нужно будет ни с кем бороться. Пока мы здесь, то, во что мы верим, это всегда против течения. И оно не может быть легко. Просто потому, что мы находимся на грешной земле. Да, и потому что князь мира этого совершенно другая личность, да, и, в общем-то, она заинтересована, чтобы все поступали по его принципам, да, по его правилам. Смотрите, значит, вопрос Денис, который задал, он очень интересный. Как Бог на все это смотрит? Вот я сейчас внимательно перечитывал вот эти тексты и думаю, так, Иисус говорит, подождите, не сильно плачьте вы об этом храме. Это не самое важное. Вообще, это далеко не самое страшное, что случится, чтобы об этом плакать. Потому что охотиться будут не столько за храмом в конце до концов, сколько охота будет объявлена на вас. Да, вы окажетесь в центре внимания, в эпицентре всей этой борьбы. И Иисус говорит, и это произойдет с вами, и это. Вот мне интересно, я смотрю, думаю, что будет делать Бог? Написано, вас поведут в суды, предадут лурки властей, но Дух Святой будет с вами. Иисус говорит, не только вас поведут, я пойду туда вместе с вами. Дух Святой будет там. Все это случится с вами не потому, что вы будете любить храм и переживать так за храм, да? Все это будет происходить лишь только потому, что вы мои. Из-за меня это произойдет, да? Потому что вы выбрали меня, потому что вы захотели быть моим. Дальше Господь говорит, вообще-то я со своей стороны сокращу время бедствия. Дальше он будет говорить в девятнадцатом тексте. Потому что это будет очень тяжелым испытанием, да? Вот. То есть мы видим, что Бог не оставляет учеников вот в этой борьбе с дьяволом один на один. Он говорит, что да, меня гнали. Вы видите, я вот здесь на этой земле хожу вместе с вами. И вы видите, как ко мне относятся, да? Раз вы назвались моими. Вы помните эту еще историю? Хочу опять к ней вернуться, когда Иоанна и Иаков попросили сесть. Вот в другом Евангелии сказано, что Господи, там, значит, мы хотим там и чашу твою пить и все остальное. Хорошо, будете пить. Хотите? Вы еще не понимаете, что значит пить мою чашу? Попьете. То есть вы переживете эти гонения, вот это презрение, вот эти все насмешки. Но это сделает вас сильнее. Вы поймете, вы поймете больше, что значит вот эта борьба, что значит, вот почему вот со мной такое происходит? Как это будет вот воплощаться? Что победу никто просто так не отдаст? Написано здесь, дальше будет, что дьявол будет стараться, если возможно, соблазнить и избранных, да? Свести с этого пути. То есть это очень серьезная борьба. Никто не скажет так, окей, Христос, да, мы поняли, что ты там воскрес, да, вроде я проиграл, но дело в том, что я не хочу признавать это поражение. Меня не устраивает этот счет. Я буду все равно твоих людей стараться как бы увести с этого пути. И, наверное, это очень перекликается с той историей, которая произошла в жизни Иова, когда битва основная разыгрывается между Богом и Сатаной, да, а Иов становится тем человеком, через которого Бог показывает, что он прав. И, по сути, Иов является оправдателем Бога. Так и ученики, последователи Иисуса Христа, они будут на этой арене свидетелями того, что мы добровольно выбрали Иисуса, что мы добровольно готовы идти этим тернистым путем. И даже если в нашей жизни будет происходить гонение и страдание и все остальное, для нас это будет за радость, как будет писать апостол, потому что наш учитель прошел через это. То бишь, Бог, скажем так, Бог использует вот эти вот все козни, которые дьявол строит для нас, чтобы и характер наш где-то закалить, да, и чтобы мы могли засвидетельствовать всей вселенной, что мы Божьи, несмотря на то, что с нами это происходит. С другой стороны, чтобы мы больше тоже со своей стороны также поняли и Божью любовь и вообще всю вот эту вот великую борьбу, которая происходит. И чтобы мы никогда не забывали, что ученик не больше своего учителя. Если его гнали, то и нас будут знать. Так оно бывает. Здесь еще вот момент, на который я обратила внимание, это то, что в этой речи, да, которую Христос говорит, он говорит об идентичности не только в плане того, что вот не храм теперь будет, в центре стоять вас, а я. Здесь он говорит об идентичности как народа, потому что, когда мы говорим о храме, это все-таки вопрос народа, вопрос, ну, то есть, мы одной нации. Вот. А здесь он говорит вот в 12-м тексте, брат станет на смерть передавать брата, отец ребенка, то есть вопрос семьи, ну, то есть они все одной национальности, брат, сын, дочь, ну, мы семья, да, мы все одной нации, уже теряется вопрос вот этого народа израильского, кровной нации, да, а появляется новый народ, то есть один будет против другого, то есть появляется идентичность именно народа Божьего не по национальному признаку, а по признаку принятия Иисуса Христа. Не вокруг храма, а вокруг Христа. Да, 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 и получается, что уже разрушается вот эта вот такая семейственность, да, кровная, там, защита, да, интересов страны, нации, а появляется защита интересов именно идеи, да, христианства, Иисуса Христа. Я слышал, у пастора одного брали интервью, его спросили, вот, если бы сейчас гонения начались, вы бы были готовы их пройти? И он сказал, что сейчас я не готов, но когда время придет, гонение, я верю, что Бог мне даст сил, чтобы их пройти. То есть, мне кажется, мы сейчас, если будем, тоже не нужно overthink it, не нужно, да, если мы сейчас ожидание ставим, что вот, гонения такие тяжелые будут, как это, все переживу, то мы можем разочароваться. У меня в детстве был самый-самый большой страх, это вот как раз гонение, потому что часто очень об этом говорилось, запугивали людей. Я была очень маленькая, и мне снился сон достаточно часто, о том, что вот гонение, и моих родителей сжигают заживо. Вы представляете, какой был шок у меня, у маленького ребенка, вот, которым вот это как бы какая-то картинка в голове, и она вот появлялась периодически в моих снах. Поэтому я согласна с тобой, Денис, что о том, что мы постоянно говорим, что вот, бойтесь, страшитесь. Нет, нужно концентрироваться на том, что держитесь Бога, и Бог вам даст сил. Бог говорит, что я вам дам, что сказать, не бойтесь, что вы не будете, ну, вам не будет, что сказать, я вам дам, что сказать. И когда вы будете там, я тоже вам помогу, и дам силу это все пережить. То есть не думайте о том, что все, все будет плохо, что я там все это не переживу, я не выдержу. Не в негативном свете. Что будет, да, концентрируйтесь на силе Божьей, которая сможет вас провести, если вам нужно будет пройти, вы сможете пройти, если будете держаться за Бога. А мне очень нравится эта мысль, подтверждение, хочу прочитать текст написано. Но ради своих, ради тех, кого он избрал, сократит он те дни. То бишь, Иисус говорит, что, друзья мои, не плачьте сильно по храму, будут проблемы посложнее, но вы не бойтесь этого, вы не страшитесь, потому что я буду всегда проходить вместе с вами все это. И вот на этом он концентрирует их внимание. Понимаете? Он говорит, да, все это будет, но не переживайте, я буду с вами. Будьте, смотрите на то, чтобы вас никто не ввел в заблуждение, чтобы это не застигло вас врасплох, то есть предупрежден, значит вооружен, да, вы знаете об этом и знаете, что я вместе с вами. И для меня вот это ключевой момент. Да, гонения придут, я знаю, что Бог не пошлет гонений, сверхиспытаний, сверхсилы, но самое важное для меня, что в этих гонениях я буду не один. Вот понимаете, мы говорили с вами, что Бог, он всегда со своим народом путешествовал, он был страстающим Богом. И вот точно так же этот Бог, если нужно, он ходил в печи горящие, вот точно так же этот Бог пойдет и вместе с нами в этих гонениях. И сегодня, когда мы живем уже в 21 веке и смотрим на историю христианства, как она складывалась, как были гонения в первые века, когда они происходили, при Нероне были гонения, при Домилициане, в средние века, какие были гонения, мы видим, что христиане, в первую очередь, они ободрялись этими текстами, они считались за честь для себя, что они имеют право, даже там, если нужно, на аренах Колизея, они имеют возможность, преимущество показать и засвидетельствовать свою веру в Иисуса Христа. И мы знаем множество этих историй, что их сжигали, распиливали, убивали, Павел напишет, но весь мир их был этого недостоин. А они это делали с улыбками, с песнями, то есть Бог как-то был вместе с ними, вот, и это становилось семенем и доброй почвой, на основании которого другие люди, не верующие, не принимающие христианство, они веровали, потому что они не могли понять, как эти люди готовы вот так вот поступать ради Христа. Никто так ради храма не поступал, а ради Христа они делают. Это же путь еще. Это как бы сайт-эффект, это то, что из-за того, что мы идем в вечность, это не цель наша пережить гонение, и не наша цель жизни готовиться к гонениям. Это просто способствующие факторы, которые будут нас в пути находить. Из-за того, что мы идем в вечность, из-за того, что мы выбрали источником своего поклонения не дьявола, а Бога, живого Бога. Поэтому дьявол пытается вот сделать вот эти штуки, которые будут выглядеть гонениями, которые будут самими гонениями. Но это не наша цель, готова... Ну, вы поняли, да? Я это... Мы на этом не должны концентрироваться, потому что не благодаря гонениям мы получаем царствие, и не благодаря делам, и не благодаря тому, что мы прошли эти гонения или не прошли. Потому что... Это просто нас... Это просто наш путь. Да. Мы... Из-за того, что мы выбрали источником поклонения Бога. Для меня новое слово открылось. Искренность. Вот я только что понял смысл искренности. Вот все, что мы до этого говорили. Искренно ты жертвуешь деньги. Искренно ты жертвуешь свое время. Искренно ты любишь человека. Не просто потому, что нужно, ты себя заставляешь. Ты искренно это делаешь. И вот сейчас, в последний момент, ты искренно отдаешь свою жизнь. То есть, не то, что я должен отдать свою жизнь, потому что так меня учили и так пишут в Библии. Нет. Я с радостью это сделаю, потому что я знаю, почему я это делаю и для кого я это делаю. Да, друзья мои, эти тексты есть в Священном Писании. Очень многие христиане, они отдали свою жизнь. Но очень многие и не отдали. Бог их сохранил. Они были живыми и дожили до умерли в глубокой старости. Даже среди апостолов мы знаем с вами, да, что, в общем-то, Иоанн, который пишет откровения на Патмосе, да, он в ссылке, да, он как бы вроде бы на этом острове как, значит, заключенный, да, но он живой. И на протяжении всех веков это продолжалось. Я не хотел бы, чтобы у нас в голове образовался такой маркер, знаете, вот если ты перенес гонение, если ради Бога там сидел в тюрьме или еще что-то. Это как те, кто пожертвовал много и пожертвовал мало. То, что вот ты как бы более какой-то достоин. Вот мне нравится, что Иисус как бы, он говорит, а у каждого вообще будет свой путь. Это особенно видно в конце Евангелия Теана, когда Петр спрашивает, ну а что вот с этим будет, да что вот с этим Петр? Иисус говорит, да ты не переживай о них, ты о себе смотри. И вот здесь Иисус обращает наше внимание на то, чтобы каждый из нас смотрел на себя, на то, какой наш внутренний мир, что у нас в центре нашего поклонения, вокруг какой идентичности мы с вами продолжаем формироваться. Либо это просто религия, которая называется любым словом, кто какую конфессию посещает. Либо все-таки у нас в центре Христос. Либо Он смысл нашей жизни. Либо все наше мировоззрение вокруг Него. Наша семья, наши заработки, наши растраты, наши планы. Вокруг чего они все? И Бог будет с каждым индивидуально работать. Кому нужно засвидетельствовать через гонения, те пройдут эти гонения. Кому-то нужно будет пойти в царские дворцы и там совершать служение. Они пойдут туда. Главное, чтобы мы были готовы, чтобы это не застигло нас врасплох. Иисус постоянно об этом предупреждает. И, в общем-то, каждому предоставится возможность тем или иным способом сосвидетельствовать и показать, что мы дети Божьи. Мне нравится, что вся эта история, в общем-то, она описывает множество таких событий. разные детали, разные подробности. Значит, и здесь о мерзости запустения говорится о том. И Господь постоянно в этих текстах предупреждает. Но, когда вот это произойдет, вот, знайте, что это сигнал, что вы должны убежать. Я вижу вот эту нить, через всю эту главу проходит такая интересная нить. Эй, дьявол будет всячески пытаться вас уничтожить, но я со своей стороны сделаю все, что те, кому нужно спастись, те будут спасены. Тем, кому нужно будет засвидетельствовать, они об этом засвидетельствуют. Я буду с ними. Тем, кому нужно будет умереть, они умрут, но я буду с ними. То есть, у каждого будет свой путь, у каждого будет свой план по воплощению Божьей воли, но никто из этих людей не будет один, не будет оставлен. Вот это вот ключевая мысль. Если ты будешь в благоденстве и свидетельстве о Боге, ты не будешь оставлен. Если тебе нужно будет пойти на костер, ты не будешь оставленным. И для меня это большая поддержка, друзья мои. Потому что Иисус, Он не бросает меня в неведомое какое-то пространство, Он не требует от меня каких-то подвигов. Он говорит, все, что бы с тобой ни будет происходить, если ты будешь ставить меня в центр своей жизни, я буду с тобой. Если нам предстоит гонение, мы будем к ним готовы. То есть если мне нужно будет умереть за Христа, я буду готова к этому. То есть это не вопрос того, что страшно, потому что будут гонения, и мне придется умереть за Христа. Здесь вопрос в том, что если мне нужно будет, то я буду готова, потому что Бог меня к этому подготовит. И уже не так страшно. Мы же, кстати, об этом говорили, мне кажется, раньше, что большинство религий как раз построено на вот этом страхе. цель ходить в церковь, это потому что, чтобы мне не было плохо. Потому что я нагрешил, мне нужно каяться. Если я не пойду в церковь, то ты умрешь. Если ты не будешь, то ты в аду. И вот это, то есть все вокруг того, что будет плохо, а не все вокруг того, почему я действительно служу Богу. Потому что я его выбрал источником, кому я хочу проявлять свою любовь и источником своего поклонения. А не из-за того, что я боюсь, из-за того, чтобы меня не постигли беды, чтобы меня меньше гнали, чтобы Бог меня увел и облегчил мою жизнь, когда здесь... Нет. Потому что я избрал его источником своего поклонения. Все. Я хотел бы, чтобы мы еще прочитали один большой отрывок. То есть мы уже немножечко поговорили, что здесь у нас есть смешение двух вот этих тем. С одной стороны, Иисус предупреждает, что будет перед разрушением храма. И мы знаем, что в 70-м году римские войска храм разрушили, внесли туда и штандарты, и он был осквернен. Иосиф Лавий много об этом пишет, и какой ужас там творился. И что не только со стороны римских солдат, но и в большей степени со стороны разбойников, власть имущих, этот народ пострадал еще в большей степени, чем от римлян. И что римляне до конца не хотели храм уничтожать, и уговаривали их, увещевали, что нужно сдаться. То есть сделали со своей стороны все возможное, чтобы это было сохранено. Но когда мы видим с вами, что люди отвергают Бога, отвергают его весть, они потихоньку в своем этом беззаконии коренеют и, в общем, предают себя в руки дьявола. А цель дьявола одна – убить и погубить. Об этом Писание нам говорит. Я хотел бы посмотреть еще одну позитивную сторону, которую Иисус здесь описывает. Давайте прочтем отрывок с 26 по 37. Почему? Потому что это уже пророчество или описание того, что будет происходить перед вторым пришествием Христа. И вот это уже к нам намного ближе, чем к ученикам. То есть история с храмом, она для нас уже очень далекая. Это для них, вот они ходят там 33 год, да, 32 год, и для них это вот 30 лет, и храм разрушится. А для нас уже это далекая история. Но, мне кажется, очень близкая следующая история. И увидят тогда сына человеческого, нисходящего на облаках с великой силой и славой. И тогда пошлет он ангелов и соберет избранных своих со всех концов, от края земли и до края небес. Возьмите в пример смоковницу. Как только ветвь ее набухает от сока и листья на ней распускаются, вы знаете, что близко лето. Точно так же, когда увидите, что все сказанное сбывается, знайте, пришествие сына человеческого близко, уже у дверей оно. Заверяю вас, еще во дни этого поколения сбудется все. Небо и земля придут, но слова мои останутся навеки. О дне же том или часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни сын, только один отец. Смотрите, не спите, ибо не знаете, когда наступит это время. Это как с человеком, который, отправляясь в путь, оставил дом свой на слуг своих, каждому дал дело и привратнику велел бодрствовать. Так и вы бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома, вечером или в полночь, когда поют петухи или на рассвете, когда бы он, придя внезапно, не застал вас спящими. То, что вам говорю, говорю и всем. Бодрствуйте. Итак, ключевое слово этого отрывка. Бодрствуйте. Бодрствуйте. Несколько раз Иисус его повторяет. И все это он говорит нам в контексте своего второго пришествия. Вновь он вспоминает про смоковницу. Я хочу у вас спросить, как вы считаете, почему Иисус, говоря о своем втором пришествии, концентрирует наше внимание не столько за высчитыванием, за слежением, за какими-то событиями, какими-то признаками, какими-то знаками, какими-то исполнениями, но он больше обращает внимание на наше бодрствование. Вообще, о каком бодрствовании идет речь и почему так важно бодрствовать? Бодрствовать – это означает не спать. Да. То, что хочешь сказать, что Иисус предупредил учеников, что с тех пор, вот как он им сказал это пророчество, не нужно спать. Так он объяснил, что значит бодрствовать. Так. Там же написано, что вот слуги, работают. Это делать свои привычные дела. Бодрствовать – это значит, что вот у меня есть какие-то цели. Вот я живу свою жизнь и просто продолжаю ее вот в нормальном своем, в своей нормальной череде. Вот это значит бодрствовать, а не просто бездействовать, сидеть и не заниматься тем, чем ты должен заниматься. Все. Он должен заниматься своими делами, а божье дело, ну или дело, да, этого хозяина, да, когда он там придет, непонятно, когда он придет. Вот. Я там, я сейчас, я сейчас как бы сфокусируюсь на своих каких-то заботах. Здесь он говорит о том, что вы бодрствуете, вы знаете, что он может прийти в любой момент. Занимайтесь своими обязанностями. Да, и вы должны выполнять то, что я вам сказал. Продолжайте делать, даже когда я буду не с вами, продолжайте делать. Для себя, как я понял, бодрствовать, то это три вещи у меня лично. Это сон, чтобы нормально поспать, чтобы ты был в силе. Потом это общение с ним, то есть выйти, поговорить с ним в парке или в машине, когда ты едешь, иметь вот это личное общение. А и третье, это не загрязнять свое тело, чтобы ты мог всегда иметь четкий фокус. Потому что если ты там выпил что-то, что не надо, курнул, что не надо, то ты уже как бы теряешь свой компас. Да, интересные мысли. Смотрите, мне что нравится. Иисус говорит, что Он, когда придет, Он соберет всех своих избранных со всех концов земли. Иисус сконцентрирует на этом внимание, что вообще-то Он придет на эту землю только за своими. Вот Он придет, и где бы они ни находились, в какой бы стране, за каким бы забором, может быть темнице, за какой бы границей они ни были, Иисус говорит, я своих соберу, я вам гарантирую, я обещаю, так оно будет. Дальше Он рассказывает вновь историю про смокомницу. Мы как-то вспоминали с вами в прошлой передаче историю про смокомницу. И Он говорит, вы смотрите на смокомницу только с одной целью. Увидишь, что ветки набухают, увидишь, что какие-то мои слова исполняются, то знаете, что время уже близко. Но потом говорит, вообще-то о дне и часе не знает никто. Поэтому не концентрируйте свое внимание на дне и часе. А концентрируйте свое внимание, вот как раз таки то, на что вы обратили внимание, на бодрствовании, на вашем духовном всеоружии. Бог говорит, вообще не заморачивайтесь тем, что высчитывать, пытаться понять. Так, вот, Папа Римский чихнул, это Папа Римский седьмой, а вот это подписали такой закон. А вот здесь началась такая война. Вот все, 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 все точно оно произойдет. Иисус говорит, да не, не об этом. Вообще не об этом. Вы должны быть заняты. Будьте готовы. Будьте готовы. Всегда. Всегда будьте готовы. Вы должны быть заняты тем делом, которое я вам дал. Да? Потому что вы не знаете, вечером или в полночь, или когда петухи запоют, я приду. Не концентрируйте свое внимание на времени. Концентрируйте свое внимание на ком? На мне. Концентрируйте свое внимание на том, что я приду. Я обещал, я это сделаю. Поэтому мне очень понравились те советы, которые дал Денис. Эй, выстраивайте отношения со мной. Старайтесь узнать меня получше. Пусть фокус всей вашей жизни будет сосредоточен на мне. Все, что вы делаете, чтобы это было сосредоточено на мне в первую очередь, а не на каких-то признаках. Чтобы вы не смоковницу изучали. Так, сколько там ветка набухла на 90%, на 70% или на 50%. Нет. Чтобы вы учились доверять мне. И поэтому для вас будет тогда неважно, когда я приду. В начале дня, вечером или ночью вы всегда будете духовно готовы со мной встретиться. Поэтому мне нравится очень принцип, который исповедует наша церковь. Мы ожидаем, что Господь придет завтра, но делаем дела на этой земле так, как будто он вернется только через тысячу лет. Мне кажется, это очень здравое такое отношение. Мы должны стараться сделать жизнь на этой земле лучше. Каждый в той сфере, в которой мы есть. И пусть Господь нас в этом благословит, чтобы мы научились бодрствовать. Чтобы нас не беспокоило. Чтобы нас никто не мог, никакие лжехристы, лжепророки свернуть с пути. Мы знаем, Господь обещал, как обещал быть с трудностями с нами. Так же Он обещал, что Он придет и нас соберет. И мы Ему верим, потому что Он нас никогда не подводил. Так оно в вашей жизни происходит, ребят. Он вас подводил или нет? Ни разу. Я вот пробовал когда-то вспомнить, когда трудности были, думаю, так, выживу или не выживу. И ни разу не мог вспомнить, чтобы Он меня подвел. Это удивительно, да? Это удивительно, что насколько наш Бог любящий, насколько Он заботливый. И даже в то время, когда, представьте, на какого было потрясения учеников узнать, что центр, вот этот стол прелигии, храм, он прекратит свое существование, он в первую очередь занимается их утешением и подготовкой к тем событиям, которые их потрясут до глубины души еще намного больше, чем разрушение храма. Потому что в центре любви Иисуса не здание, даже не планета, а человек. Человек, ради которого Он пришел и умер. Это для нас самая великая надежда. Дорогие друзья, я благодарен вам за то, что вы проводите эти встречи вместе с нами, за то, что вы продолжаете изучать Евангелие от Марка. Мне очень хотелось бы, чтобы вы также поразмышляли над этим вопросом. Как вы думаете, почему Господь в первую очередь приглашает нас к бодрствованию? Оставляйте ответы на этот вопрос в наших комментариях. Ставьте лайки, делитесь этим видео, потому что мы хотим, чтобы через это видео не только мы бодрствовали, но и все, кто мог бы услышать нас. Чтобы народ был Божий спокоен, чтобы мы знали, Господь сдержит свое слово и нам нечего страшиться, не предстоящих гонений. Нам не стоит сильно конструировать свое внимание на смоковнице. Нам нужно все свои усилия сосредоточить на том, чтобы как можно лучше и ближе знать нашего Бога. Давайте мы ему помолимся. Дорогой Небесный Отец, Господь наш и Бог, я безмерно благодарен Тебе за то, что мы смогли провести очередную встречу с ребятами. Господи, я... Я знаю, что очень часто нам непросто, непросто расставаться с какими-то своими убеждениями, своими пониманиями, своими мыслями. Я представляю, как сложно было, как больно было ученикам услышать слова о разрушении храма. У нас есть свои храмы, Господи, за которые мы держимся. Но я прошу Тебя, Ты разруши все, чтобы в нашем сердце было лишь только место для Тебя, нашего Бога. Чтобы участь, познавать Тебя, следовать за Тобой, Господи. Мы были убеждены в том, что ради нашего спасения Ты сделаешь все необходимое и уже делаешь. И что слово Твое обязательно исполнится. Мы увидим Тебя. Ты придешь за нами, Господи. Неважно, когда это будет. Вечером, ночью или ранным утром, Господи, я прошу Тебя, чтобы мы бодрствовали. Чтобы в этом бодрствовании мы выполняли свои поседневные обязанности. Те обязанности, которые Ты на нас возложил. И не только в служении здесь, в церкви, но и в служении в нашей семье, служении в обществе, в котором мы живем. Чтобы, придя на эту землю, Ты нашел нас за работой. Бодрствующими. Мы все веряем в руки Твоей, Господи. И своей жизнью веряем. И благодарим Тебя. Во имя Иисуса молим. Аминь. 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 Продолжение следует...